Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами Акомарача на связи и в этом видео я вам покажу, как же половить узкопалого рака для раковой шейки, наживки. Рак узкопалый, как видите. Что нам для этого нужно? Единственная может быть проблема, это рыбьи потроха, которые нам нужно сделать. А дальше все просто, смотрите. Вот такая вот у нас сборка снасти, как всегда стандартная у нас идет фидер на 8 кг, катушечка на 4, леска на 5, пубенчик, 15 граммов груз, 6,5 поводок. Но это, короче, опасно, тут может все порвать, поэтому желательно поводок ставить меньше. Короче, убрать его и поставить меньше. Дальше. Крючок обязательно 0, чтобы рачок чуть-чуть поменьше шел, да и другую рыбу как-то немного отсесть. И все, и ставим рыбьи потроха и ловим, не напрягаясь, рака. Может иногда зайти сомик, иногда зайти жерех на потроха, может быть еще какая-то рыбка позарится, но пока что только сомика и жереха ловил. Так, кидаем. Можно так, но старайтесь в ямку. Вот, синенькая это ямка, посерединке, то есть заброс где-то, ну, палочек 5, где-то до середины силу заброса доводите, чуть меньше. И будет нормально. Вот, смотрите, где-то вот так вот доводим. Доводка, кидаем, все. Он точно в ямке и точно все будет нормально. Клев, как можете наблюдать, частый. Клюет рак очень хорошо, 72 грамма. Сейчас посмотрим раковую шейку. Давайте разделочный стол. Вот, раковое мясо. Ну, раковое мясо, раковая шейка. Рак узкопалый, любой получается. Любой рак. И можем его разделать. Даже вот мы можем наисом, щука. Это, я думаю, всех на потроха. И будем ловить рачка. А рачок нам нужен для чего? Для того, чтобы половить угря. Я его ловлю специально, чтобы угорька половить. Вот это вот очень хорошая рыба. За рака очень мало опыта, как можете видеть. Но это чисто такой фарм наживки. Поэтому будем выфармливать. Я не знаю сколько. Я думаю, может полтинник где-то нафармить. 50 раков. Может быть где-то 40. Вот так вот порезать. И будет нормально. Это я, конечно, далековато киданул. Ну, ничего. И будет у нас нормальное количество наживки уже. И тогда мы сможем половить угря. На угре неплохо идет опыт. Я не знаю, правда, сколько он стоит. И тоже ни разу его не ловил. Поэтому будем пробовать ловить. Но это уже, естественно, в другом видео, в другом гайде. А сейчас пока что я вам показал место, где можно половить рака. А, кстати, я не показал карту. Извиняюсь. Вот, сразу же возле базы. Вот карта. А в яме все как положено. О, может быть, что-то где-то недосказал. Уже устал. Просто уже время 3 часа ночи. Может, что-то упустил. Но вроде бы сказал все. На потроха крючок 0. Самые такие основные донки. Обязательно поводок поставьте меньше. Не такой, как у меня. Большой, чтобы его, если клюнет что-то серьезно, оборвало все нафиг к чертям. Так. А так вроде бы все сказано. Ну, как видите, рак идет великолепно. Один за одним клюет. Это лучше, чем моллюск ловить. Моллюск, его надо так ждать. Он долговато клюет. Да и плюс еще пиявка часто перебивает. Здесь он нет. Здесь, смотрите, он вообще ловится на ура. Рак. Так бы, знаете, в реале рак ловился серьезно. Я был бы вообще в восторге. Так, прийти половить на рыбье потроха. А то даже в реале и на раколовке хренов поймаешь что-то. А руками лазить я вообще не люблю ловить рака руками. По дну ползать там. Не для меня такая ловля. Ну, что ж, мальчишки и девчонки. Смотрите, сколько наловил я рака. По-моему, очень неплохой результат. Прям великолепный. Видели, как рука дергается у него? Прям дергается, дергается вытащить удочку. Ну, давайте. Все-таки последнюю вытаскиваем. Мы будем закругляться с вами. Все, рачок есть. Телепортируемся на базу. И давайте-ка зайдем в разделочный стол. 32 рака у нас получается, которых мы можем разделать. Давайте по фастику разделываем. О, крит. Отлично. И все, больше. О, еще один. Замечательно. По одной штуке. Плюс были криты. Я даже не знаю, сколько тут. А вот три, видите? Два крита. То есть, там в общей сложности шестерка, скорее всего. Давайте посмотрим. 46 у нас раковое мясо. Ну, то есть, все понятно. Неплохой улов. Посидели, полчасика половили. Даже, наверное, меньше. Практически один за одним шли раки. Мы их наловили. Сделали 46 кусочков мяса. Теперь со спокойной душой можно отправляться ловить того, кого я хотел. А именно, я хотел половить угря. Давайте еще вот это тоже разделаем. Все, на этом я заканчиваю свой видеогайд. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Лайки и подписывайтесь. С вами был Ака Морачи. Всем не хвастань чешуи и до скорых встреч.